Лагеря летнего отдыха готовятся к приему гостей. Планируется, что этим летом отдохнуть в них смогут почти 100 тысяч ребят. Сейчас работа в самом разгаре. Убирают территорию, готовят оборудование, пищеблоки и медпункты. В мае специальные комиссии приступят к проверке помещений, где планируется размещать детей. Как провели камеру на обработку постельных принадлежностей, как сотрудники прошли медицинский осмотр, все ли имеют личные медицинские книжки с результатами обследования в них. Ну и затем визуальный осмотр и работа технологического и производственного оборудования на пищеблоках. Отдых должен быть не только комфортным, но и безопасным. В течение месяца лагерям предстоит выдержать экзамен перед сотрудниками МЧС. Необходимо выполнять комплекс мер, начиная с содержания территории, заканчивая, конечно, помещениями, организационными вопросами, обучение персонала, содержание подъездов в исправном состоянии для пожарно-техники, первичных средств пожаротушения, автоматических комплексов вопросов довольно широк. Этим летом в Самаре откроют в свои двери 165 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Отдохнуть в них смогут более 12 тысяч ребят. Также дети отправятся на отдых в оздоровительные центры с круглосуточным пребыванием. 8 тысяч самарских школьников примут участие в краеведческих экспедициях, походах и экскурсиях по родному краю. Дети, которые летом останутся в городе, смогут посещать площадки по месту жительства. Во всех районах города их откроется больше сотни. Также в Самаре все лето будут работать тренеры-общественники. Несмотря на общие трудности, на снижение, в общем-то, уровня бюджета, бюджет, выделенный именно на оздоровительную кампанию в этом году, у нас увеличился. У нас 189 миллионов, без малого 180, так как в прошлом году у нас было 163 миллиона. Но это и за счет городского бюджета, и за счет бюджета области. Первая смена начнется в лагерях летнего отдыха 1 июня. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.